Азарт, преодоление себя, проверка крепости духа и тела. На стадионе «Авангард» собрались только самые сильные и смелые. Спортивное состязание профсоюзной организации в НИЭФ «Время сильных» прошло в этом году впервые. Каждый этап соревнований организаторы подготовили таким образом, чтобы не только закалить характер участников, но и развить сплоченность команды, умение поддерживать друг друга на пути к общей цели. Наша команда настроена позитивно, думаю, как и все здесь присутствующие. Сегодня раннее утро, нас радует погода, солнышко, все радуются. Пришли сюда, началась регистрация. Наградили нас сразу, дали вот такие ленточки прикольные. Мы настроены сегодня, конечно же, на победу. Целую неделю провели в пинтбольном тире, отрабатывали навыки пинтбола. У нас задача всегда только тройка, но сегодня должны первые быть. После регистрации командам раздали маршрутные карты, по которым они двигались от одного этапа к другому. Всего участников ждали шесть испытаний. Каждая станция носила имя одного из великих людей России. На испытании под названием «Петр Первый» командам предстояло на время разобрать и заново собрать в правильной последовательности большие кубики. На этапе «Иван Подубный» мужчины состязались в силе воли и физической подготовке. Им предстояло наибольшее количество раз поднять гирю. Проходят они замечательно, все весело, все дружно. И результат узнаем в самом конце. Команда сплоченная, хотя и созданы у нас двух коллективов – «ПЭС» и «Первый завод». Но сплотились, как бы дружно все выступаем. Самое интересное сейчас впереди – вот у нас кубик Никитина. А самое интересное – это гири. Как бы больше народ собирает. Меткость и острый глаз участникам понадобились на станции пинтбольного тира под названием «Калашников». Еще одно из зрелищных испытаний «КамАЗ-мастер» назвали в честь сильнейшей российской команды мирового автоспорта. На этой эстафете участники соревнования «Время сильных» ворочали большое грузовое колесо на время. А на этапе Сергей Лавров внефовцы показали свою смекалку, логику и быстроту реакции. Всего в состязаниях «Время сильных» участвовало 8 команд по 10 человек. Среди участников были и представительницы прекрасного пола. «Мы на помощь! Скорая! Быстрая! Веселая!» Команды формировались необычным образом. Это команда не по подразделениям, это команды, сформированные по направлениям работы. У нас есть команда заводчане, и это команда с двух заводов. У нас есть команда айтишников, у нас есть команда испытателей, команда исследователей. У нас есть команда медиков, но эти люди вообще незаменимы в нашей жизни. И команда охранников у нас тоже есть. Состязание по перетягиванию каната Илья Репин стало завершающим. За этот этап самые сильные команды получили спецприз. Также подарки получили и самые активные болельщики. После состоялась церемония награждения команд победителей спортивного праздника «Время сильных».